Уравнение с двумя модулями. Решите уравнение. Модуль разности x2-4 плюс модуль разности 9-x2 равно 5. Рассмотрим все случаи раскрытия модулей. Для этого необходимо найти нули каждого из модулей. И для этого нам необходимо приравнять к нулю каждое из подмодульных выражений. То есть приравниваем к нулю первое подмодульное выражение. x2-4 равно нулю. Отсюда следует, что x2 равно 4. А это значит, что x равен плюс-минус корень из 4. Корень квадратный из 4, а это значит получается плюс-минус 2. Далее. Теперь найдем нули второго подмодульного выражения. Данное подмодульное выражение, в принципе, кому не нравится в таком виде, можно, используя свойство модуля, которое означает, что модуль минус x равен модулю x. Если кому неудобно в таком виде решать, можно поменять знаки на противоположные. То есть получается у нас модуль 9-x2. Это все равно, что модуль x2-9. Если кому-то так удобнее, пожалуйста, можно поменять данный модуль вот на такой модуль. Если кому-то это удобнее. Но мне кажется, что это абсолютно безразлично. Поэтому продолжим решать в том виде, в котором у нас записан этот модуль по условию задачи. То есть не будем ничего менять. Тогда приравняем к нулю в том виде, в котором у нас записано. То есть получается 9-x2 равно нулю. x2 переносим вправо со знаком плюс. У нас получается 9 равно x2. Или по-другому x2 равно 9. Откуда следует, что x равен плюс-минус корень из 9. То есть получается плюс-минус 3. Получилось 4 точки. Данные 4 точки разбивают числовую ось на 5 промежутков. Сейчас мы это покажем. То есть числовая ось. И покажем все эти точки. Минус 3, минус 2, 2 и 3. То есть предположим, вот это у нас минус 3, минус 2. Ну и где-то здесь, неважно. Мы предположим, где-то здесь 2 и 3. Получилось 5 промежутков. 1, 2, 3, 4 и 5 промежутков. Исследуем каждый из модулей на каждом из получившихся промежутков. То есть найдем знак подмодульного выражения каждого из модулей. Предположим, возьмем какую-нибудь точку. Например, минус 10. И подставим ее в каждое из подмодульных выражений. Вот, например, в первый модуль. Тогда у нас получается минус 10 в квадрате. Это будет 100. 100 минус 4 будет 96. То есть положительное число. Это значит, первый модуль раскроется со знаком плюс. Почему? Потому что подмодульное выражение положительное. Далее, подставляем минус 10 во второй модуль. Получается, минус 10 в квадрате. Это будет 100. Получается 9 минус 100. То есть получается отрицательное число. Это значит, второй модуль раскроется на данном промежутке со знаком минус. Далее, берем точку минус 2,5, например. Которая находится внутри второго промежутка. Подставляем. Первый модуль тогда получается у нас минус 2,5. У нас получается больше, чем 4 в квадрате будет. Почему выше 4? Это 2 в квадрате. А у нас x квадрат 2,5 в квадрате. 2,5 в квадрате минус 2 в квадрате. Это число больше 0. Поэтому получается плюс. Далее, второй модуль исследуем. Подставляем минус 2,5 во второй модуль. Когда получается у нас 9 минус число, которое меньше 9. То есть тоже со знаком плюс. У нас будет раскрываться второй модуль. Далее, возьмем точку, например, из третьего промежутка. Например, точку 0. Подставляем 0, минус 4. Первый модуль, подмодульное выражение будет со знаком минус. Второе подмодульное выражение будет со знаком плюс. Подставляем 2,5. Опять получаем плюс, плюс. И подставляем число 10. Получается снова плюс, минус. Теперь необходимо рассмотреть 5 случаев раскрытия модулей, которые будут соответствовать каждому из 5 получившихся промежутков. Итак, рассмотрим первый случай раскрытия модуля. То есть первый случай. Это когда x меньше либо равно минус 3. В этом случае первый модуль раскроется. То есть вот это условие, надо про него не забыть. Я вот так его подчеркну. Первый модуль раскрывается со знаком плюс. Значит, просто модульные скобки можно опустить. И ничего при этом не менять. Это значит, x квадрат минус 4 у нас остается от первого модуля. Вот эти первые модульные скобки мы просто опускаем. Далее. Второе подмодульное выражение отрицательное. Значит, мы можем убрать знак модуля, но при этом поменять знаки на противоположные. Тогда у нас получается минус 9 плюс x квадрат. Мы поменяли знаки на противоположные. И все это равно 5. Приводим подобные слагаемые. У нас получается 2x квадрат. Минус 9 минус 4. Это получается у нас минус 13. Переносим вправо со знаком плюс. Получается 18. 13 плюс 5 будет 18. Получаем 18. Делим обе части на 2. Получаем x квадрат равно 9. Откуда x равен плюс-минус корень квадратный из 9. Это значит, получается плюс-минус 3. Заметим, что только одна из данных точек удовлетворяет нашему промежутку, нашему условию. Это точка минус 3. То есть выбираем эту точку из данных двух. И получаем одно из решений. x равно минус 3. Одно решение уравнения найдено. x равно минус 3. Далее переходим ко второму промежутку. Второй случай раскрытия модулей соответствует второму промежутку. Когда x больше либо равно минус 3, но меньше либо равно минус 2. Тогда каждый из модулей раскрываем со знаком плюс. Это значит просто модульные скобки убираем и тогда уравнение будет иметь вид. Вот это я сразу подчеркну, чтобы не забыть эти условия. Итак, просто убираем модульные скобки. Получается x квадрат минус 4 плюс 9 минус x квадрат равно 5. Приводим подобные слагаемые. x квадрат минус x квадрат взаимно уничтожают друг друга. 9 минус 4 будет 5. 5 равно 5. 5 равно 5. Это уравнение равенства верно. Пишем верно. При всех значениях переменной x. А значит данное неравенство является решением. То есть это все неравенство, это и есть решение. Перепишем его в виде промежутка. То есть получается x принадлежит промежутку от минус 3 до минус 2. И покажем, что это решение, чтобы не забыть. То есть вот это все является решением. Далее. Третий случай раскрытия модуля. Третий случай. Это x больше либо равен минус 2, но меньше либо равен 2. Третий промежуток. То есть вот этот третий промежуток. В этом случае первый модуль раскрываем со знаком минус, второй со знаком плюс. Тогда у нас получается минус x квадрат плюс 4. У первого модуля знаки поменяли на противоположные после отбрасывания модульных скобок. Далее. Вторые модульные скобки убираем и ничего при этом не изменяем. Потому что второе подмодульное выражение у нас положительно. А по определению модуля, если подмодульное выражение положительно, то знак модуля можно опустить. То есть получается у нас 9 минус x квадрат равно 5. Приводим подобные слагаемые. Минус x квадрат и минус x квадрат. Это будет минус 2x квадрат. 9 плюс 4. 13 переносим вправо со знаком минус. Будет 5 минус 13. Это получается минус 8. То есть это все равно минус 8. x квадрат равен минус 8 разделить на минус 2. То есть получаем x квадрат равен минус 8 разделить на минус 2. Будет 4. Откуда x равен плюс-минус корень из 4. То есть получается плюс-минус 2. x равно плюс-минус 2. Заметим, что каждая из данных точек удовлетворяет нашему промежутку. А это значит, что каждая из данных точек является решением. x равно плюс-минус 2. Обе точки являются решением. Следующий промежуток это от 2 до 3. Четвертый случай это x больше либо равно 2, но меньше либо равно 3. Оба модуля мы должны раскрыть со знаком плюс. Мы это уже делали во втором случае. То есть у нас получится то же самое, что и во втором случае. То есть у нас получается x квадрат минус 4. То есть второй случай в принципе можно было вот это все переписать. Вот это все переписать. То есть у нас получается x квадрат минус 4. Ну раз уже начал, давайте я запишу. Плюс 9 минус x квадрат равно 5. Откуда следует, что 5 равно 5. И получается, что это верно. А значит все значения переменной x, удовлетворяющие данному двойному неравенству, являются решением. То есть получаем еще одно решение. x принадлежит промежутку от 2 до 3 включительно. Значит это тоже является решением. И остался еще один промежуток. Это пятый промежуток. У нас получается x больше либо равно 3. Этот случай соответствует первому случаю. Потому что здесь тоже первый модуль со знаком плюс, второй со знаком минус. И здесь первый плюс, второй минус. Это значит получается, что у нас будет то же самое, что у нас получилось в первом случае. То есть у нас тогда получается, я перепишу пока, x квадрат минус 4 мы перепишем. А у второго модуля поменяем знаки на противоположные после отбрасывания модульных скобок. Тогда у нас получается минус 9 плюс x квадрат равно 5. То есть то же самое. Ну и сразу запишем. Мы уже это задание делали. У нас, я имею в виду, этот случай рассматривали. Вот он. x квадрат равно 9. И он соответствует первому случаю. Отсюда у нас получилось решение x равно плюс минус 3. И заметим, что только одна из точек, это число 3, удовлетворяет данному промежутку. А это значит x равно 3 является решением. Заметим, что это решение уже включено в данный отрезок. Поэтому мы его второй раз уже записывать не будем. То есть теперь мы должны объединить все эти 5 случаев. И у нас получаются вот эти 2 отрезка. Значит решением будет являться объединение данных 2 отрезков. Запишем общее решение в ответ. Итак, ответ. Ответ. x принадлежит промежутку объединения 2 отрезков. От минус 3 до минус 2. Объединяем с отрезком от 2 до 3. Задача решена. Отлично. 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 Продолжение следует...